я хотел бы вот пару мыслей вам закинуть по поводу такой темы как теория замещения кто-то слышал когда-то такое кто кому это знакома тема окей посмотрите я для себя вот кое-что готовил какие-то мысли набрасывал и думал сделать просто такой вот легенький экскурс но вот мы решили сделать вот такой вот формат и пообщаться одно довольно известное издание христианский журнал опубликовал статью об Израиле вот несколько цитат из этой статьи возносить израильтян до позиции богом избранного народа для христиан является ошибкой нормально на звучит прогрессивное откровение священного писания показывает совершенно ясно что сегодня у бога есть только один народ и эта церковь нам не следует применять пророчество ветхого завета государству израиля поскольку иисус петр и павел перенаправили наше мышление относительно заветов обетования самым радикальным образом теперь эти обещания относятся только к церкви требования израиля к палестине признать что еврейское государство существует по божьему праву некорректно а продолжающееся подкрепление этого требования военным давлением несправедливое и вот я я перечитывал какие-то вещи вот для меня вот такая теория замещения это некий не просто ошибка не просто ересь а серьезная проблема которая сегодня есть есть в церкви прочитаю вам еще один такой момент как вообще могла произойти вот такая замена и вот некоторые теологи завета сегодня заявляют что поскольку народ израиля не принял иисуса в качестве мессии то израиль был отвергнут его избранная и выдающаяся позиция в планах и замыслах бога была аннулирована я вам цитирую христианские издания церковь стала полноправной наследницей благословений когда-то обещанных израилю с точки зрения бога евреи сегодня ничем не выделяются из других этнических групп будь то итальянцы индусы китайцы и если евреи не покаются и не веруют в иисуса христа и не присоединятся к церкви то у них нет будущего вот интересно мне например интересно это так или нет нет Леонид давай ты ответь ты ты у нас кого представляешь всех подряд индусы представь пару слов о себе пару слов о себе ну зовут меня Леонид фамилия Майя Вассерман красиво да да как то я проводил евангелизацию в Ташкенте и знаете у меня такая была коричневая кожаная куртка удлиненная потертая такая вот я стою остановлю такси я ему говорю адрес куда мне ехать он мне говорит ну я сел он мне говорит вроде вы на приезжего не похожи а такси держали в другую сторону ну ловили в другую сторону то есть он мне принял за своего за местного там узбека или кого-то да так что я могу тоже кого-то представлять и другого тоже суть вопроса очень интересно прозвучало там да мне всегда нравится там вообще полная как бы теория замещения она звучит таким образом что церковь заменила Израиль и все благословения перешли к церкви обещание благословения а все проклятия остались за Израилем а вот и ну как там есть исторически да там часто говорили о том что вообще аллегорическое толкование привело к тому что появилась вот эта теория замещения как бы одна из основных мыслей да там что очень любили толковать в то древнее время аллегориями то есть не все буквально аллегориями да например когда была реформация церкви да стали больше ну делать акцент на то что надо толковать буквально и вот Мартин Лютер он тоже так начал трактовать буквально да и потом даже сказал что надо вообще обратиться к евреям чтобы они приняли Иисуса ну когда он несколько раз обратился евреи не приняли Иисуса и Мартин Лютер тоже поменял свою точку зрения да вплоть до того что да сжигать все синагоги чтобы о них и воспоминания не было вот и это послужило даже не просто погромом это послужило некое такое скажем влияние на на то когда фашисты стали уничтожать евреев это была как бы тоже одна из таких моментов то есть из если говорить о теории замещения она появилась в результате разгоняемого антисемитизма который разгонялся в церкви вот и сегодня вспоминали императора константина да первый этот собор никейский собор да вот знаете как раз когда коснулись вопроса троицы да на никейском соборе там приняли просто это как бы методом голосования да что будет троица как бы и не было на самом деле никакого такого толкового объяснения и как-то помню один богослов еврей он сказал было еще 15 епископов из евреев в то время но никого из них не пригласили на этот собор если бы их пригласили то было бы не просто сказано троица было бы дано хорошее объяснение почему именно троица да почему бог есть три един я могу так занять все время поэтому нормально нормально да потом поправить хорошо у нас троица хорошо идея наверное вот важная такая мысль которая есть у нас в евесянах читали да такое есть послание к евесянам а вот да и вторая глава например она говорит о том что Иисус есть тот который устрояет мир создает мир и распространяет и там сказано что такая идея этого мира заключена в том что он устраняет преграду и из язычника и еврея создает одно нового человека да и вот церковь это как раз создание того что есть в церкви и верующий из язычников и верующий из евреев и это является важным да то есть таким моментом если мы вспомним как Петр проповедует в день пятидесятницы и когда там умолились и спросили его что же нам теперь делать да он говорит покайтесь и креститесь и как там добавьте мне это примите дар Святого Духа и будете иметь обещания Божие да которые принадлежали вам отцам вашим да то есть и тем кто присоединится и дальним и близким и вот в третьей главе послания к ефесянам я прочитаю с первого стиха да Павел говорит для сего то я Павел сделался узником Иисуса Христа за вас язычников как вы слышали о домостроительстве благодати Божией данной мне для вас потому что мне через откровение возвещена тайна то есть Павел говорит о какой-то тайне знаете я слышал разные проповеди о разных мыслях о чем все-таки была эта тайна здесь правда написано о чем в стихе четвертом он продолжает то вы читая можете усмотреть мое разумение тайны Христовой которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих как ныне открытая святым апостолом его и пророком Духом Святым и номер шесть стих это тайна чтобы и язычникам быть сонаследниками составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования которого служителям сделался я по дару благодати Божией данной мне то есть мы видим что тайна о которой говорит Павел он говорит о том что верующие из язычников становятся не заместителями то есть церковь не становится заместителем то есть они становятся кем сопричастниками они становятся сонаследниками то есть это удивительное такое на самом деле откровение Божие которое изливается для всего общества да что человек который может прийти из другого народа ему не надо там обрезаться ему не надо ну стать иудеем для того чтобы стать частью да как бы израиля но он может стать сонаследником не становляясь евреем то есть это ну как бы грандиозная мысль да в том отношении ну и конечно же можно было бы перейти также к размышлению Павла это послание к Римля 9 глава 10 глава 11 глава которая является завершающей в этой мысли по поводу того что на самом деле Бог говорит об Израиле да что он говорит что в действительности не будет таких да как ну там помню наставление к верующим из язычников по поводу того что не гордитесь да но бойтесь говорит Павел потому что не вы держите корень но корень держит вас я вспомнил сейчас я люблю этот отрывок из этой книги или фильма убежище может быть вы видели или слышали или читали и там есть такой эпизод семья Блюм которая спасает евреев и приходит к ним пастор поговорить по поводу того чтобы отец не носил желтую звезду ну как бы что он не еврей как бы что он носит вообще желтую звезду ну и дочка этого Блюма она говорит что пастор вот мы там типа спасли еврейского младенца вы можете его взять и спрятать у себя вы же за городом живете этот пастор такой как евреи так они же креста и тут его перебил ну он хотел сказать что они же креста распяли да то есть и вот тут его перебил этот отец семейства и говорит знаете цитируя вот девятую главу третий четвертый стих там да цитируя о том что давайте я лучше прочитаю это римлянам думаю что все вы это все знаете но на всякий случай римлянам девятая глава и павел пишет да четвертый стих ну там он говорит что он был готов бы отлучен быть от христа да за родных мне по плоти то есть израильтян которым принадлежит усыновление и слава и заветы и законоположение и богослужение и обетование их и отцы и от них христос по плоти сущий над всем бог благословенный во веки аминь и вот этот блюм он ну процитировал это место из писания и говорит то мы должники говорит еврейскому народу говорит что писание говорит мы должники как вы можете вообще такое говорить и тот что то там разнервничался там что то сказал как бы вы должны прекратить спасать евреев там то и ушел и дочка она как бы в таком недумении говорит папа ну же пастор ну как вообще пастор может такое говорить как вообще ну не знаете блюм это сказал удивительные слова он говорит если мышь посадить в коробку из под конфет она не становится от этого конфеткой поэтому если человек говорит что он там пастор или он верующий это не означает что он таковым является на самом деле и вы знаете суть вопроса в действительности в том что даже те местом писания которые часто применялись или применяются для того чтобы как бы утвердиться в этой теории замещений отдельно да они могут звучать в действительности так но если мы их рассматривали в контексте Писания как мы должны это делать любую теорию любую доктрину мы должны рассматривать в контекстеПисания то в контекстеПисания они не имеют основы В контексте Писания все выглядит по-другому. Знаете, сегодня, когда происходят все вот эти вот заварушки, связанные там за Палестину кто-то, кто-то за Израиль. И знаете, есть группа религиозных иудеев, евреев, которые выступают в поддержке Палестины, потому что они говорят, Израиля нету как государства. И так многие удивляются, как это евреи выступают. А суть вопроса, знаете, в чем заключена? Они читают Писание и они говорят, что государство Израиль может быть основано только после того, как придет Мессия. Мессия еще не пришел, поэтому Израиля не может быть. И они выступают против того, что Израиль есть. То есть, потому что они прозевали приход Мессии, поэтому они не хотят согласиться с тем, что есть Израиль. Понимаете, да? То есть, такая вот тоже теория. В общем, тема интересная, то есть, к чему мы все это говорим, что у нас бывает такой момент, что мы начинаем верить в какие-то вещи, трактовать эти вещи, а иногда мы просто принимаем что-то. Вот когда залетела шальная тема в голову, и мы начинаем так верить, мы не анализируем, что говорит Писание. То есть, тут момент какой? Мы на себя это не примеряем, но мы говорим, из-за того, что евреи отвергли Христа, они убили Христа, Бог отверг евреев. Но Писание говорит о том, что мы читаем в Малахии, Господь говорит, 3 глава, потому что 6 стих, если мне память не изменяет, «Я Бог, я не изменяюсь, поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились». И до сих пор они не уничтожились. И если Бог верный по отношению к иудейскому народу, который грешил на протяжении всей истории, «Но Бог оставался им верным». Как мы можем предполагать, что Бог спас нас, язычников, которые были абсолютными грешниками, чуждые всему, Он нас спас, и сейчас Он остается верный нам. Если мы начинаем примерять эту тему на нас, то есть вероятность, что Бог может поступить с нами точно так же, как в нашем понимании Он поступил с Израилем. И из этого вытекает то, что Бог абсолютно неверный, когда кто-то придерживается вот этой теории замещения. На самом деле, эта тема очень и очень вредоносная, которая перечеркивает характер Бога, как по мне, и вообще Его сущность, Его суть. И тогда возникает большая платформа для сомнения вообще в нашей вере. Я понимаю, что большинство церквей, которые у нас есть, они этой темы вообще не касаются. У них эта тема как бы мимоходом. Вот я слышал интересную такую информацию, которую мне когда-то сказали за Андрея, пастора Андрея. Что он у себя в церкви практикует еврейские праздники, дабы евреи не ушли от него. В мессианские общины. В мессианские общины. Абсолютно верно. И я вот думаю, какой умный еврей. Можно я немножко два слова еще скажу про теорию замещения? У меня есть теория, почему возникла теория замещения. О! У меня есть теория. Это глубина. Да, у меня, когда вот эта ситуация произошла 7 октября, я начал думать об этой всей этой истории. Мне было интересно, почему к этому все приходит. И теория замещения как-то у меня сама собой в голове появилась. У меня возникла теория, что Израиля не существовало. Израиль был разрушен. Иерусалим аналогично. Земля была названа Палестиной. Церковь развивалась, достаточно быстро росла. Росло ее влияние. Читая Библию, проповедуя Евангелие, читая про Израиль, а Израиля нет. И само собой, знаете, это как некоторые наши проповеди, когда мы пытаемся в своей проповеди объяснить свое мировоззрение, которое мы имеем. Используя те или другие места из Писания для того, чтобы как-то объяснить то, как мы видим окружающий мир. А на самом деле он другой, потому что ситуация может измениться абсолютно в любой момент. Знаете, в одночасье, потому что все от Бога зависит. И когда у тебя нет Израиля, нет государства Израиля, то у церкви возникает некое искушение. А почему бы нам не стать вместо Израиля? И потому что, ну, чисто гипотетически, но мы же вроде бы как, да? Это благословение не валяется на дороге. Ну да. Кто-то должен подобрать. Да, кто-то должен подобрать. Ну что, кошелек валяется, и там деньги лежат. Надо как-то, ну, как-то вопользовать эту ситуацию. Ну, потому что, ну, как бы оно вроде как есть, а оно не применяется. Ну, ведь Израиля нет, значит, оно ничейное. Поэтому давайте мы это применим к себе, и со временем мы это будем развивать. А тут неудобно возникает Израиль. А, ну, уже мы привыкли уже к этому кошельку, да? А мы привыкли к этому. И теперь как-то уже тяжело отказываться, потому что кошелек-то наш. А деньги мы уже потратили, понимаешь? Как бы и хочется тратить дальше. Ну, это моя теория, как бы в этом вопросе. А по поводу праздников, да, я просто понимаю одну такую вещь, что, ну, находясь в Одессе, я не говорю о том, что это должно быть мастхэв для всех, но находясь в Одессе, а в Одессе, знаете, как бы еврейский вопрос, это не вопрос, а ответ, как бы для всех. И, знаете, тут еврейство практически у всех где-то прошло. Я вот, например, у себя... Это не прошло, оно есть. Ну, оно где-то есть. Такие вещи просто не проходят. Даже когда их лечишь. Например, у себя ковырял, 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 ковырял. Вроде и не наковырял, но сдал тест в Америке ДНК и нашел. Поэтому, как бы, я же говорю, недороги. И как? Ну, там немного, но есть. Немного там позавалялось. Поэтому, нет, я понимаю то, что на самом деле для... Сейчас во время войны мы этого не делаем, к сожалению, может быть. Но мы все еврейские праздники всегда максимально, как евреи, празднуем. Кушали обязательно. Мы любили всегда кушать. Ну, потому что ты меня учил этому, как надо кушать вкусно. Поэтому мы кушали всегда, всегда праздновали, всегда делали. У меня есть отдельное еврейское служение, которое этим вопросом занимается, потому что я считаю это важным. И плюс к этому всему, особенно когда хит сезона мессианства, и знаете, как у нас бывает такое... Ну, я понимаю, что я в мессианской общине говорю, поэтому простите меня. А, нет, надо звездой Давида я это сделаю. Но, знаете, иногда люди идут в мессианские общины не потому, что они евреи, а потому что они хотят быть евреями, знаете, потому что они чувствуют себя как бы более в этом, ну, как-то вот духовными, что ли. То, чтобы лишить своих людей этой возможности, я им дал это в своей церкви. Аминь. Да, быть более духовными евреями. Хорошо, спасибо. Все-таки информацию правильную мне донесли. А вот, у меня вопрос, Ребе. Есть у меня ответ. Ну, это мы посмотрим. Зачем мессианские общины в Украине? Вопрос, почему нет? Еврейский на еврейский. Ты что, здесь вопрос по еврейски... Непонятно, мне вот, извини. Ладно, мессианская община. Давайте, я... Я понимаю, подожди, подожди. Я понял, спокойно, Панове. Спросил вопрос, тебе даю. Я не понимаю. Ладно, евреи в мессианской общине, но украинцы... Это же жители. Зачем? Жители. Можешь мне объяснить? Это мода, это круто. Это как-то добавляет. Добавляет тоже. Смотрите, я хочу сказать одну вещь, очень важную, и ситуацию... Например, я почитаю одно место писания, и вы попытайтесь мне его трактовать. Хорошо? Это первое. Подумайте, я вам не буду потом сразу говорить, а потом отвечу на твой вопрос. В послании Евангелия от Иоанна, 16 глава, это практически Ишуа. Иисус говорит некую фразу, которая практически заложила какую-то идею вот такого антисемитизма или защиты христианской веры, как это такое. Я сказал вам все это, чтобы непоколимой была вера ваша. Изгонят вас из синагоги, и даже наступит такое время, когда всякий убивающий вас будет думать, что служит он этим Богу. Люди будут делать это потому, что не знают ни отца, ни меня. Вам же все это сказал я, чтобы когда придет то время, вспоминали вы, что я вам заранее об этом сказал. Вот вы подумайте с этим местописанием, а потом я дам еще комментарий к этому, если это возможно будет. Почему существуют еврейские общины, мессианские общины, как бы самостоятельная идентичность, такая особенность. В первую очередь, я думаю, что у Бога есть момент восстановления. Несправедливости. Я не буду говорить справедливости. А той части, которой, например, не хватает. Такой момент. Если вы посмотрите на то, что Леонид сказал о римлянам 11 глава, там очень важная тема есть. Мне очень люди спрашивают, где там написано об этом, что вы, будучи неприродной маслиной, вы привились не вместо них, в русском, сильно дальнем переводе, написано вместо них. Бог их отверг. То есть, они отломились, неверие, а вы вместо них, типа, привились. Я не знаю, почему в русском переводе, сильно дальнем переводе, написано вместо них. Потому что, я читаю дальше, украинскую мову, там написано промежьми, между ними. Это дает возможность восстановлению. Вы понимаете, да? И они восстановятся. Другими словами, если мы посмотрим в исторический контекст самой первоапостольской общины, она состояла из евреев, первого, как бы, начала, и неевреев. Да? В контексте не новой, как бы, религии или какой-то еще, но некоторое осознание Божьего откровения, что Бог призывает не только овец из еврейского народа, а еще, говорит, у меня есть овцы и вне этого стада. Откровение, которое евреи еще не могли понять, пока не произошло, именно это вот миссионерская работа с неевреями. Хотя неевреев в синагогах и тех, кто любили еврейский народ, было очень много из местописания. Помните, приходят к Иисусу и говорят, слушай, Рэба, сделай ему добро. Он так много нашей синагоге помог. Ну, помоги им. Построил. там далее. Понимаете, да? Язычник, который помог. Понимаете, о чем я говорю, да? Другими словами, еще и шоу, говорит, вы, он говорит, обращается к иудеям, идете по всему миру, благовествуйте и радуетесь об одном обращенном из язычников. с другими словами, то, что происходит сегодня в Украине или в других местах, не новая вещь. Самое, нужно понять, что это не новое, это Божья работа. И когда мы говорим, что это Божья работа, нам нужно всем вместе понимать, что это Божья часть. Конечно, есть свои крайности, которые, опять же, нужно, мы говорим, библейски обосновывать. Да? Доктринально позиции, что Павел говорит, будучи самым иудеем, и он говорит, чем хватиться, я могу нахвалиться, всем, что нужно нахвалиться. Но он делает, пытается балансировать возможность участия евреев и неевреев вместе. Да? Он не создает что-то особенное, хотя послание к Фессалоникийцам, мы можем там заметить, что он конкретно послание к язычникам дает. Потому что, например, к евреям не нужно было говорить о моральной или ритуальной чистоте семьи и так далее. А к язычникам нужно было. Их нужно было учить, что такое святость и что такое грех. И вот нужно было компенсировать. Сегодня как бы так тяжело. Весианские общины это не новизна, не мода. Послушайте, это, я буду говорить так, откровенно, это Божья работа в восстановлении, как восстановление Израиля. В последнее время, которое приходит, да? И нас нужно принимать как часть Божьего тела. Я понимаю, что даже, возьмите, начало вот 19-20 века, да? Это 50-ти движение началось, да? Знаете, что происходило? В общем-то, мы там говорим за 50-ти движение, но люди, которые переживали крещение Духом Святым, они были админодистов, они были присвятеряне, они были баптистов, да? И что происходило? Как ты говорил, вас что сделали? Попросили выйти на другую улицу, понимаете, переехать. А 50-ти начали говорить, вы становитесь с нами. Если вы получили духовное крещение, говорили на языках, вы уже не принадлежите той церкви, теперь вы наши. И они сильно обижались на людей, которые не переходили в их веру. Они считали, что все, вы должны, вы обязаны стать 50-ти, стать частью церкви. Такое было движение, извините, это история. И вот ответить на ваш вопрос. Скажите, вы подумали от этих местописаний, которые я вам прочитал? Не успели. Ладно, тогда и потом. Смотрите, что Иисус говорит. Большинство из нас думает, что апостолов и последователи Иисуса будут изгонять из синагог, будут убивать, и делая это, они будут Божье дело делать. С одной стороны, вот то, что большинство людей думает, действительно, это так. они пытались потом защищать веру, и ситуация была сложная с мессианскими евреями в то время. Но вы должны понять также, что до разрушения храма мессианские евреи имели очень большое влияние именно на общество и на Иерусалима. Там свои же люди были, они исполняли законы и так далее, но они были мессианскими. А давайте попробуем по-другому. Вас будут убивать евреев, выгонять из ваших синагог, сжигать их, и те, кто будет это делать, думают, они делают дело Божье, уничтожая вас везде и повсюду. Когда вы вспомните, ну, вот это будет происходить, вспомните обо мне, что я пророчеством это. Можно так сказать за преследование, за гонение, за погромы, за холокост. Пророчество можно посмотреть и вот таким образом исполнение, и крайне вот таким образом посмотреть. И поверьте, сегодня евреев спрашиваешь, они говорят, а что у немцев было написано? С нами Бог. Они приходили, нас уничтожали. Делая это, они думают, что он делает волю Божью под крестами. И самое страшное, например, что самый большой антисемитизм, простите, это немножко восточной церкви, чем западной церкви. Да, так и есть. Даже я скажу больше, вот ты коснулся пятидесятников, среди пятидесятников очень сильный антисемитизм был. И замещение. И замещение. И почему я эту тему касаюсь, потому что я столкнулся с этими делами, и я был удивлен, мягко говоря. Что вот я хотел еще спросить. Что мы видим сейчас, такие тенденции, что есть церкви некоторые, которые вдруг резко принимают такое решение, не просто обратить внимание на евреев, начать молиться за евреев или за Израиль. Они начинают проповедовать о том, что нужно для совершенства спасения начинать исполнять субботу, начинать исполнять какие-то праздники, какие-то обрядовость какую-то и так далее. И это как бы тебе добавит и сделает тебя более лучшим верующим, потому что если ты этого не делаешь, ты недоверующий. И я это как бы вижу даже вот среди харизматических церквей или некоторых групп, есть один знакомый у меня такой, ну дальний, он татарин, но очень косит под еврея. Ты еврей, а я не смог? Да. И там как бы вся вот эта атрибутика, там все дела, и вот как бы я думаю, вот это обязательно или не обязательно, или достаточно просто нормального отношения в церкви и так далее. Вот ты сказал одну вещь хорошую, которая на территориях, да, зашли, посрезали кресты и там взяли и так далее. Я спрошу вас, атрибутика креста в церкви обязательно? Ну, многие считают, что да. Потому что подкрестите. Смешно, но смотрите, мы почему-то считаем, что что-то очень обязательно. Мы до недавнего псалмы пели из сборника, и у всех было одинаково все. Скажите, евреи пели их? Пели. Да, потому что спаслись и пели. должны мы это делать были? Нет, но мы делали. Мы также сидели там, где кресты были. Знаете, как момент такой, наверное, будет в эфире, такой момент. Мой внук, он учился в американской школе. Его мама встречала как бы так, и папа они приветствовали, что необыкновенно в школе учился, а потом поняли, что он не учится, а просто проводит время. И очень начала много бояться там ЛГБТ или что-то еще, какие-то такие, ну, чересчур либерально. И она решает найти школу, приватную школу, протестантская школа переполнена, ну, там тоже что-то. И куда послали, как вы думаете, куда? Католикам. 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 Он начал учиться. Знаете, это сразу вспоминает тот разговор, который еврейский папа не знал, что делать с ребенком. Его выгнали со школы, поведение, он грубиям, потому что в еврейских семьях не лечит ремнем детей, понимаете, да? Их просто убеждают и так далее, хорошего, хотя он глупенький немножко, но он самый лучший, понимаете, да? То есть какой-то шлапор такой, ничего страшного, но это довел всех до такого состояния, что его уже со всех еврейских школ выгнали, да? И он такой разочарованный был на работе, что один нееврей говорит, послушай, что тебе терять? Отдай его католическую школу. Он говорит, ты что, католикам? Это кошмар, что они делали? Он говорит, а что тебе терять? Он отослал, через две недели он приходит, потому что эта школа как бы поучился и пришел. Приходит домой, поставил, снял обувь, поставил возле дома, на пороге, вытирал, говорит, мамочка, здравствуй. Он говорит, Изя, что случилось? Он говорит, все хорошо. Он говорит, пошел, поспал, закрыл свою кровать, накрылся, вытянул. Он говорит, не понял, что-то случилось? Он, маме, вы, папе, вы, спасибо, пожалуйста, чем помочь? И говорит, что-то сделали с ребенком? Непонятно, что-то, папа вызывает Изя, говорит, Изя, скажи, что произошло? Скажи, что произошло? Он говорит, папа, ничего, тебя били? Нет. Тебя оскорбляли? Нет. Тебя обзывали какими-то словами? Нет. Что случилось? Мы пошли на первую мессу, я увидел, что с этим евреем на кресте сделали, понял, понял, что шутки плохие. Леонид, давай что-нибудь, или Андрей. Давай я, как тот, кто церковь и празднует праздники, отвечу на твой вопрос. Я не считаю, что это делает нас большими христианами, или празднование субботы, отмечания, празднование, святкувание, все остальные моменты, потому что мы делаем это для того, чтобы люди понимали смысл, для чего это было в Ветхом Завете, и даем им мессианское исполнение этих праздников. Как это выражается, и почему это было важно тогда, и что это для нас значит сегодня. Ни более, ни менее. Но это не делает нас более святыми, более праведными, и больше наследующими Божью благодать. То есть это моя позиция в этом вопросе. Все язычники тебе аплодируют. Ну, я понял. Ну, во-первых, скажу, что, знаете, вот Павел пишет, да, проблема в римской церкви была. 14 глава. Он пишет. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком неравном. «Всякие, поступая под устарение своего ума, кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господний. Очень интересный вообще вопрос, на котором здесь Павел рассуждает. И суть вопроса вот в чем. Если мы говорим о том, что мы соблюдаем субботу, и это как-то влияет наше спасение, то это ересь. Или если мы там празднуем какие-то праздники, которые надо праздновать, то если мы это делаем, и это как-то влияет наше спасение, или если мы это не делаем, мы не можем быть спасены, это тоже ересь. То есть спасение мы получаем по вере через Иисуса Христа. В независимости соблюдаем мы или не соблюдаем. Это как бы самый важный момент. Но вот что важно другое. Важно то, что, как здесь написано, ешь ты для Господа ешь, не ешь для Господа не ешь, и так далее. Соблюдаешь, не соблюдаешь. Я скажу, проблема в том, что чаще всего верующие принимают решение не соблюдать. Вы поняли мою мысль? На самом деле верующие из язычников свободны в том, чтобы соблюдать или не соблюдать. Первый апостольский собор в 15 главе Деяний, он определил, что вообще важно было. Не есть кровью, удавленные, сексуальная чистота, и делать другим, что как бы... Но при этом, знаете, они добавили очень интересную мысль, что во всех местах, впрочем, Писание проповедуется. Говоря о том, что вообще как бы Писание проповедуется, то есть люди и так уже должны как-то что-то понимать и как-то с этим что-то делать. И суть вопроса заключена в том, что мы упростились о каких-то вопросах, и чаще всего, когда мы говорим о праздниках, то это звучит как праздники еврейские. Но если вы читаете Библию, то там написано вообще, что эти семь праздников, они праздники Господни. То есть и еврейскими они стали по той причине, потому что Бог дал их им и сказал соблюдать его веки вечные. И поэтому, если вы примете решение праздновать праздники, то есть вы поступите, как Павел говорит, что соблюдаешь праздник, празднуешь для Господа. И если ты вспоминаешь праздник Господний, который был заповедан Богом, для еврейского народа, но ты же стал сонаследником, если ты будешь также праздновать этот праздник, ты, может быть, почерпнешь еще какую-то глубину. Может быть, взаимоотношения с Господом даже, я скажу. И может быть, определенные моменты понимания каких-то благословений, которые от Бога переходят. То есть здесь не вопрос спасения, вопрос нашего хождения, вопрос наших взаимоотношений. И, знаете, сейчас читал такого богослова, Лоскова, российский богослов, православный. Там у него очень интересная мысль по поводу грехопадения. Он говорит, что Бог сказал, не вкушай, не прикасайся. И Он говорит, если мы это соблюдаем, как Бог сказал, то мы возрастаем в любви и открываем возможность тому, чтобы возрастать в любви еще больше и иметь возможность вкушать от всего, что мы видим другое. Не просто от одного, а получать как бы благо и благословение от всего, что есть. То есть, другими словами, знаете, у меня есть такая моя личная теорема, я надеюсь, что это, верю, что это библейская теорема, потому что Бог так говорит, что делай, как я тебе говорю, чтобы тебе было хорошо. То есть, в чем смысл? Всегда, когда Бог что-то говорит, Он говорит, не потому, что будет от этого ему хорошо. Он говорит, от этого тебе будет хорошо, если ты будешь это делать. И таким образом, знаете, даже если переключиться к вопросам о каким-то там ритуальной чистоте или ритуальной еды, то есть, ну, в плане там кошерной, да, чистой или нечистой. Вот. Вопрос становится в чем? Была религиозная мысль, да, в этом отношении. То есть, почему не кушать этих там животных? Ну, потому что они хищники, потому что они падальщики, потому что они едят с кровью, потому что они питаются падалью, или там, или эти там, ну, там раки, там еще что-то, то есть падальщики, чистящики. Если неправильное приготовление, то выделяется яд, от которого человек умирает. В то время приготовить, особенно важный вопрос шел всегда за свинину. Помните, чаще всего встречают в Писании. Какая причина? Потому что при неправильном приготовлении человек может не только отравиться, но заболеть какими-то всевозможными болезнями. Знаете, вот есть там брат у нас в общине, они как-то, у нас нету такого, что мы говорили, что нельзя есть то, нельзя это, как бы, ну, мы читаем Писание, как бы, размышляем над этим. Вот один брат, он свидетельствовал, что он начал размышлять по поводу того, вообще, есть свинину или не есть свинину. И они стали молиться, как бы, да, вот он читает Библию, а там написано, ну, не ешь свинину и все. И он говорит, ну, здесь же вроде уже сказали, что можно кушать все поподряд, так что же я буду останавливаться-то? Можно благословлять и все кушать? Вот. И он говорит, мы молились, чтобы Бог как-то нам дал ответ. Тут жене что-то плохо с желудком стало, говорит, пошли к врачу. Ну, врач посмотрел, то сюда, говорит, ну, ничего такого опасного, говорит, ну, говорит, моя первая рекомендация, удалите из своего рациона свинину. И он, и он говорит, господи, я все понял. От того, что ты ешь свинину или не ешь свинину, от этого никак не повлияет на твое спасение. На здоровье – да, а вот на спасение – нет. Я хочу добавить к тому, что ты спрашиваешь, должны быть в мессианской общине, не должны, или не евреи должны быть в мессианской общине, там, кипа одели, нет. многие из вас знают, многие из вас знают такого героя веры, как Хатсон Тейлор. Кто знает, слышали такое, да? Он читается одним из таких отцов крестьянства в Китае. Он посвятил всю свою жизнь Китаю. Когда он приехал с Англии, начал проповедовать там, да, как англичанин, с успеха было ноль. Но в один момент он был настолько разочарован вообще, и в какой-то момент он подумал, что он может присоединиться к народу. И он весь образ своей жизни изменил. Одел китайскую вот это платье, да, это, которое, как он назывался, туника или как там еще. Начал одевать этот капюшончик такой, там, начал кушать, как они, с ними начал все это делать, да. И это повлияло на то, что сегодня происходит в Китае. Понимаете, да? Один человек. Сказать, что он китайцем стал? Ну, можно сказать и да, потому что образ жизни, да, сделал. Но сама суть для многих из верующих, почему неевреи начинают там кипу одевать, что-то там делать, потому что в голове есть одна, ну, как бы, болячка, да. Почему-то все хотят быть похожи на хородим, да, это мы говорим на тех, как сказать, религиозных евреев. Но вот то, что вот происходит, да, цицит, чтобы это было видно, там, кипа одеть, но это влияние именно европейского еврейства очень сильно. Даже те, которые и азиатские евреи, или же с, будем говорить так, перед, ну, в Среднеземноморье, да, больше и больше они пытаются одеться, как Хаббат, больше, как бы, похоже быть на такое движение, которое религиозное, такое направление, да. Их спрашивают, вот ты же родился там в Бухаре, что же ты одеваешься, как европейские евреи, он говорит, ну, так интересно, так оно, как бы, влиятельно, понимаете, да. Это, наверное, сама часть вот жизни, но суть, это все не влияет на твое спасение. Как мы говорим, вера в Мессию, исполнение некоторых обрядностей, праздников, что-то еще, оно и не мешает. Часть у меня спрашивают, что сказать евреям, которые религиозные. И когда некоторые спрашивают меня, я говорю, чем изменится твоя религиозная жизнь, если ты примешь Ишуа? То есть, многие из них думают, что если ты принимаешь Ишуа, ты должен стать, как язычник, как Леонид говорит, кушать свинину, все, все по барабану, все быть, по благодати жить, да, вот это, да, по барабану, все. Ну, на самом деле. Супер барабан, да. Ну, именно этот, но это же не так. У каждого из вас есть лимиты ваших рамок, и я думаю, что для многих людей, просто, они хотят быть частью чего-то, что Бог делает. Я считаю, что нужно осуждать неевреев, которые присоединили мессианским общинам и пытаются повлиять на молитву за Израиль, за поддержку евреев, спасать, потому что во время войны спасали евреев, не евреи, в основном не еврейского происхождения спасали евреев, потому что имели откровение, откровение о Божьем народе. Больше всего? Вот больше ничего? У меня вопрос. Извините, а нужно ли осуждать евреев, которые остались в христианских циклях и не идут в мессианские общины? Давайте так, я сделал хороший вопрос, почему? Евреи за Иисуса сделали обзор, то есть, они как называется, статистику, статистику сделали с 20 века, то есть, было несколько таких пробуждений еврейских в Европе, да, очень серьезных, и они всегда как-то погромы какие-то еще были, потом войны всевозможные были, все, и ситуация в чем? Если сегодня мессианские евреи говорят, нас 1-2 процента, типа, из всех населения евреев, да, там, из 17 миллионов, то, когда они сделали всю ту статистику, оказывается, в протестантских общинах люди тоже делали статистику и говорили, а у меня бабушка еврейка, а у меня, как бы, там еще, но они не практикуют, и знаете, сколько таких процентов? 10, 10 процентов людей, которые евреи, и в еврейском происхождении, но они в церкви, и спросите у мессианских евреев, осуждаем ли мы их? Ноль. Мы уже считаем, что они мессианские, даже если он в православие пошел. Знаете, почему-то сказать, что Иисус Господь, и помолиться ему, как Богу, да, и назвать Марию, как бы, еврейской мамой, да, как бы, это уже нормальное начало откровения. Правильного пути, да? У меня еще последний вопрос. нужно ли всем евреям ехать жить в Израиль? Вот тут есть представитель вот, пастор из Киева, Владимир Гусев. Есть он здесь еще? Есть, да? Владимир, в какой организации ты работал? Эзра, да? А сколько лет? Семь лет в Эзре работал. Столько евреев отправил куда надо. И вот поссорился с ними, да? С Эзрой, да? Ну вот, будете знать, вот. Много организаций. Вот у меня вопрос, нужно или ненужно? Это правильная тема или нет? Или это мы придумали, а евреи не хотят? они хотят, а вы придумывали. Мне отвечали. Да, конечно, но... Ну, у меня как бы кардинально другое взгляд на эту тему. По поводу того, что, ну, скажем так, в Израиле все хотят общины, чтобы отсюда все приехали евреи, потому что это же будет пробуждение. Ну, все же, кто приедут верующие туда, они же займут там места в церквях, понимаете? Вот. Условно так. Ну, и как бы все живут этой мыслью, что все должны приехать в Израиль. Читая Писание, я понимаю, что наступит такой день, когда евреи будут там в Израиле. Вот. Но я понимаю, что по сегодняшний день, условно, если, ну, может, сейчас как-то там проще стало в Израиле, ну, во всяком случае, то есть, многие годы подряд, служа здесь, как бы, среди евреев, я, я и, как бы, там, наши сотрудники, как бы, понимали одну такую простую истину, что здесь еврею легче прийти ко спасению, чем в Израиле. И если вот он пришел ко спасению, там дальше пусть он молится Богу и решает сам жить ему в Израиле, продолжать жить ему здесь и так далее, да. Сидем или умираемый. Да, то есть, суть вопроса в том, что, ну, я не верю в то, что сейчас надо всех евреев перегнать в Израиль. Во-первых, я вам скажу, что из некоторых исторических фактов ясно одно, что, когда евреев вытесняли из страны, эта страна приходила в упадок. И когда, например, ну вот, Бухарский мир, там, две с половиной тысячи лет назад он пригласил к себе евреев, у него было такое видение, он пригласил евреев, которые были там ремесленники, торговцы, какие-то там еще что-то, и он подумал, что если их пригласит, его страна начнет процветать. И он пригласил, пообещал, что он там им создаст условия, что никто их там не будет притеснять и так далее. И знаете, его ожидания не оправдались. Приехала группа евреев, и вот эта Бухаран, вот эта вот территория, она пришла в хороший очень экономический рост. И две с половиной тысячи лет до Советского Союза, как бы, да, евреи жили там без проблем. То есть развивали страну, жили, все как бы было хорошо. Вот. Ну и к тому же, поэтому я считаю, что вот так вот просто бездумно вывозить евреев нет смысла. Вот. Во-первых, если человек неверующий, ну, как бы, это его решение, хочет едет, хочет не едет. Вот. Но наша цель, как церкви, да, наша цель не вывести евреев, а проповедовать им Евангелие, для того, чтобы они получили спасение. Потому что, знаете, как пророк Захария говорит, что за полу одного иудея ухватится десять язычников. А вот. И это тоже своего рода такое некое пророчество в том отношении. По этой причине апостол к язычникам всегда начинал свое служение откуда? Помните, да? Хотя я читал, что некоторые богословы даже его осуждают сегодня за это. Что он, апостол Павел, начинал всегда свое служение синагоги. Помните, он приходил в город и первым день он приходил в синагогу. Вот. И там проповедовал. Потому что он понимал, что еврейское общество было готово, оно призвано было к тому, чтобы быть миссионерами, служителями, проповедниками Евангелия, да? То есть, им только нужно было объяснить, что Иисус это тот Мессия. Все остальное они уже знали. Они с детства были научены, они выросли на Слове Божьем, да? Поэтому им нужно было только объяснить, что Иисус Мессия, и все, и они готовы уже все служителя. Он это понимал, да? Есть призвание, о котором сказали, что уже его нету, да? Ну вот, в теории замещения, что уже все. То есть, призвание еврейского народа, оно не заключалось в том, чтобы быть там самыми умными, самыми богатыми, а призвание было в том, чтобы проповедовать живого Бога во всем мире. В этом призвание еврейского народа. Можно я? Да, да. Я скажу свою версию. Ну, во-первых, мои, которые уехали в Израиль, продолжают служить, продолжают быть частью церквей и активно развиваться. И даже скажу, что взяли больше высоты, чем взяли в Одессе, как бы в плане служения. Да, может, я просто не давал им, да, своими еврейскими праздниками. Да, у них там больше получилось, как бы. Но, знаете, я согласен и не согласен одновременно. Почему? Потому что вопрос вывоза евреев в Израиль, я не верю в бездумный вывоз евреев, просто потому, что евреи должны как можно быстрее оказаться в Израиле, мы должны быстрее избавиться от евреев. Я все-таки воспринимаю этот вопрос больше в вопросе безопасности. безопасности для евреев, неповторения Холокоста и всех вопросов с этим связаны. И, в частности, сегодня я бы очень рекомендовал евреям России и евреям, например, Западной Европы, некоторых стран реально серьезно задуматься над тем, чтобы поехать жить в Израиль. Потому что это будет для них более безопасно, нежели оставаться там. Потому что на фоне вот этой вот новой так называемой индифады или войны и вот этого левого сообщества, которое начинает снова выступать против евреев, израильтян и так далее. То есть, я считаю, что несмотря на все обстрелы, несмотря на все ракеты, которые там есть в Израиле, все равно Израиль это самое безопасное место для еврея, для того, чтобы там находиться. Поэтому особенно оккупированные территории, особенно Российская Федерация, то есть, есть определенные моменты, которые на сегодняшний момент, они, ну, как можно сказать, окно возможностей, которое закрывается. И вот в этом ракурсе, то есть, в вопросе безопасности, мое мнение о том, что, ну, евреям нужно помогать в том, чтобы они, если понятно, что мы их не заставим и не выселим, это естественный вопрос. Ну, это такой вот мой подход. Есть отрывок Писания, который часто многие цитируют, может, проповедуют, Иеремия 29 глава, помните, да? И здесь так написано, ну, вот это известное место, «Ибо я только знаю намерение, кемею вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдетесь, и взыщите меня всем сердцем вашим». Обычно здесь заканчивают и там цитируют только этот отрывок. А потом там в продолжении в 14 стихе написано, «И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и из всех мест, куда я и знал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Ну, 14 стих, он не может быть без предыдущих. где сказано, что «И воззовете ко мне, и помолитесь, и я услышу вас, и после этого возвращу». Еще вспомнил, как-то меня пригласили в одну церковь проповедовать о празднике Исукот, Кущин. Ну, знаете, да, есть такой праздник. Ну, я так проповедовал, там рассказывал, и там также книгу пророка Захария прочитал, где написано, что в тысячелетнем царстве кто не придет из народов праздновать праздника Суккот, да, поклониться в Иерусалим из других народов, да, у того будет наказание, не будет дежа, ну, то есть, будет засуха. Вот. И потом, знаете, ну, я как бы закончил проповедь, вышел пастор церкви, такой там, типа, спасибо, спасибо. Ну, в принципе, нас это не касается, он говорит, потому что, говорит, мы что в тысячелетнем царстве не будем. Ну, идею вы поняли, да? То есть, что нас это не касается, потому что мы в тысячелетнем царстве не будем. Ну, потому что, я не знаю, как ваше там исповедание, вашей эсхатологии, то есть, когда вы вознесете, с какой период времени, вот, то есть, его была эсхатология, что он вознесется до периода скорби, вот, да, и поэтому тысячелетнее царство его минует, поэтому ему в любом случае не придется праздновать праздник Суккот. Да, то есть, он был предребуляционист, амолиниалист. Вот, и в итоге, как бы, знаете, мне хотелось, кстати, добавить, что в книге Откровения, тоже описывается поклонение присутствии Божьим, да, уже вечности, тоже, как празднование праздника Суккота. Вот. Спасибо. да, мы заканчиваем уже, да, немножко. Мы можем до утра говорить. Нет, я знаю, что мы, где два еврея, там три мнения всегда, да, как бы так. я думал, это про украинцев, но, но у вас яблоки надо кусить, чтобы никому не досталось. Но, сама суть, сама суть, как, должны ли все евреи быть в Израиле? Слово должны, ты это никого не заставишь. Хотелось бы, да, ну, хотелось бы, чтобы Божий народ понял, имел откровение возвращения в, ну, в Бога обетованную землю. Вы понимаете, да? Но хочу развеять один фейк, одну простую вещь, фейк. Украина не Израиль и не Новый Иерусалим и не какие-то еще, что там начинают фейки раскидывать, что уже продали всю Украину и всех украинцев выгонят, а сделают здесь независимый Израиль. Все брехня, бо у нас нету такого обетования для евреев, нет такого обетования Украина. У нас есть просто место, где мы родились и в России, да, но нет обетования, чтобы было вот так, вот. Нас меньшинство, нас меньшинство, да, и важность того, что должно быть откровение. Я, вот, у нас есть люди, которые сейчас вот делали миграцию во время войны, мы встречались с ними и мы говорили, вот, они делали миграцию до покаяния, да, и сделали миграцию после покаяния, после войны. И они говорили, это две разные миграции, абсолютно две разные миграции. Там просто было, вот, нам было нище, было плохо, мы дернули туда, и там плохо было, мы возвращались обратно. они приняли Господа, возрождились выше, и сейчас для них, они говорят, нам эта иммиграция, откровение свыше, благовествовать слово для тех, кто не спасены. Было такое понятие, дайте, почему я поссорился немножко с Эзрой, по одной причине. я говорил им, что вывозя евреев в Израиль, не приближает пришествие Иисуса Христа. Потому что идея была такая, все евреи соберутся в Израиль, и придет Мессия. Я говорю, так что, вы хотите нас избавить, чтобы поскорее пришло вам спасение? Не получится. Ну, не сможете так. Поэтому сама суть, не вывоз евреев за деньги, а дать им Писание, откровение, чтобы они внутри себя решили, особенно верующие, для чего даже эмигрировать. Пропоите в Англии. Одна наша сестра, она все-таки эмигрировала, нашла все, что нужно было эмигрировать, и началась война. И она кричит, ни один мусульманин меня отсюда не выгонит. Моя земля. Обитованная земля. Она как стала, говорит, не получится. Там война, и там война, понимаете, да? Нет, это моя земля. Откровение должно прийти. Но это не означает, что евреи, которые в Америке живут, в других местах, они обязательно должны эмигрировать. я считаю, я считаю, что это как некая утопия, да? Но хотелось бы, чтобы Боже открылся. Это как бы желание. Да, я всегда говорил, мне все равно, где еврей умрет, в Израиле или в Украине. Мне главное знать, каким он умрет, спасенным или нет. Спасибо большое. Давайте скажем большое спасибо трем евреям. Дорогие друзья, слабая не закончилась, или что ты хочешь сказать? Дай мне, я скажу пару ласковых. К чему все вот эти прения и рассуждения, вы видите, как все кучеряво получилось, да? Любая тема, любой вопрос, который бы вы не взяли, то, о чем мы сегодня говорили, он имеет массу всяких вариаций. Но прийти к какой-то истине нам все равно придется. И вот интересный такой момент, о чем Леонид сказал по поводу бухарских евреев и когда их пригласили в Бухару с этой мыслью. Знаете, на что я обратил внимание за годы своего христианства? Что те церкви и движения, которые относились к евреям правильно, по-библейски, молились и благословляли этот народ, независимо от каких-то поддерживали и так далее. Это все успешные церкви. Успешные и влиятельные церкви. Бог, он остается верным своему слову. Благословляющий тебя будет благословен. Все те, которые занимали какие-то странные, то есть тебе не надо становиться евреем, тебе не надо в своей церкви все делать так, как делают мессианские общины или что-то, но правильное отношение к тому, что важно и ценно для Бога у нас должно быть. Поэтому мы об этом говорим и таких вопросов много. Еврейский вопрос один из, но я считаю его ключевым. в следующем году. Спасибо. Спасибо. Спасибо.